Всем привет! С вами Сергей, проект Тупо. Вы любите уборку. Ну, я имею ввиду сам процесс наведения порядка, уборка территории, выбрасывание мусора, не знаю, чистка, отмывание, мойка окон, тому, тому, тому подобное. Это все наш домашний быт, который нас окружает. И, собственно, лично я считаю, что мы должны поддерживать чистоту и порядок в доме, в делах, и тогда это все очень классно нам помогает жить. Почему все это? Дело в том, что это сегодняшнее видео про необычную книгу для моего канала, по крайней мере, но, как ни странно, я довольно много читаю такую литературу. Литература образовательного толка, литература, которая частично мотивирует или выполняет какую-то другую функцию, неразвлекательную, как художественная, например, литература, а та, которая заставляет тебя что-то делать. Как-то заинтересовался я темой, на самом деле, хлама, наведения порядка в собственном, сортировка там одежды, вещей и так далее, чтобы все смотрелось хорошо, чтобы самому было удобно, комфортно, чтобы было понятно, где у тебя вещи есть, как что-то там разложено, где что лежит, и при этом это не смотрелось как склад. И если с книгами это довольно сложно, зная, я вам уже много раз рассказывал, сколько у меня книг, вот тяжело придумать, как их красиво хранить, чтобы не превратить квартиру в библиотеку, то со многими другими вещами вполне можно разобраться. Разобраться можно как на работе с рабочим местом, как там что организовать, так, собственно, и дома, где ты живешь, где у тебя там что хранится. Несмотря на то, что есть еще другие члены семьи, маленький ребенок, который, естественно, может устроить хаос, но опять же, если все грамотно организовать, всего этого можно очень хорошо избежать или, по крайней мере, минимизировать риски, что будет все так разбросано, и ты не будешь знать, где что найти. Длинное вступление, после видео немного получится болтологическим, воды много льют даже, я так сказал. Автор, кстати, давайте я все-таки покажу книгу, про которую я говорю, тоже льет очень много воды, но, на самом деле, она делает это с той целью, чтобы вдолбить какие-то общие принципы, потому что саму книгу можно пересказать, ну, буквально в пару страниц, вот, но кто же будет покупать пару страниц, это надо, естественно, расцелывать для книги, вот книга получилась вот такая, книга называется «Магическая уборка. Японское искусство. Наведение порядка дома и в жизни». У меня даже она, видите, с маленькой такой закладкой. Автор – Мари Кондо. Что я хочу вам сказать. Мнение о книге у меня сложилось двойственное, как ни странно. Дело в том, что респект уже этой книги за то, что она заставила меня оторвать себя от дивана и от стула и так далее, и пойти убрать на полке, убрать в гардеробной, убрать в шкафу, выкинуть, прям, реально, физически выкинуть хлам, выкинуть те вещи, которые, вот, пользуясь этой методикой, ну, как методикой, это все притянуто немножко за уши, пользуясь некоторыми способами. В частности, ты берешь вещи, смотришь, блин, приносит она тебе радость или нет? Ты будешь ли ты ее в дальнейшем использовать, прям, реально? Или использовал ли ты ее хоть раз, если относится к одежде, например, или, там, не знаю, к какой-то подставке? Нет? Выкидываем. Выкидываем, выкидываем. Далее, там какие-то подарки, какие-то, знаете, бывает, что друзья, знакомые, которые не сильно тебя знают, но ты их, например, пригласил или не хотят тебя поздравить, они дарят тебе милые, приятные безделушки. Ты уже получаешь эмоции от того, как человек тебе их вручает, ты вот получил подарок, это все классно, ты их благодарил. Но дальше хранить, например, не знаю, там, статуэтку, которая вообще не вписывается в твой интерьер. У тебя интерьер, не знаю, там какой-нибудь суперсовременный, а там смотреться какая-нибудь старая винтажная рамочка какая-то, или что, будет, ну, глупо. Избавляйтесь от таких вещей. Не надо складывать это все, не знаю, на балкон и думать, это когда-то пригодится. Это так не работает. Да, есть определенные вещи, которые могут впоследствии пригодиться, не знаю, там, шурупы технические, какие-то вещи, да, для ремонта, там, какие-то запасные части, не знаю, там, кусок обоев, какая-то там, бумага, клей, и так далее. Это, да, это все может пригодиться в хозяйстве, это надо, чтобы оно хранилось. Ну, я с мужской стороны, как бы, рассматриваю, да, или, там, какие-то тряпки не нужны, там, и так далее. Именно, вот, там, пол протереть, где-то там, и что-то еще сделать, чтобы как раз-таки с пользой использовать, с пользой использовать, как я сказал, там, тряпьё, шмотки, которые вот уже ты не будешь одевать, но избавляться вроде бы как жалко, но надо. Да, на самом деле, когда освобождаешься от этого хлама, это действительно хлам, вот надо даже называть это хлам, если ты смотришь, у тебя лежит любимый свитер, который тебе подарили, кто-то подарил, возможно, там подарили даже твои родители уже лет 15 назад, но ты этот свитер одел раз за 7-10 лет, избавляйся от него. Подари другим, отдай другим, избавь, отдай в дом какой-то, ну, у нас, кстати, сложности отдавать всякие дома, потому что нужны какие-то справки, химичистки и так далее, у нас многие этим не заворачиваются. Отдай знакомому, у которого более худшая финансовая ситуация, они сразу себе примут или на дачу завези, но лучше не использовать, вот эту одежду я буду носить по дому. На самом деле дома тоже надо выглядеть хорошо, то есть одеваться так, чтобы вам было приятно и самого себя видеть, и приятно было видеть всех самих членов семьи, чтобы они радовались, когда тебя видят, а не ходить там, там дырка, там дырка, от таких вещей тоже надо избавляться. Вот такие вещи, такие мысли здесь периодически раскинуты по всем страницам. Вот, и это я выцепил, и это я использовал. Главный еще вывод оттуда тоже сделал про удобство хранения, знаете, в коробочках, в таких замкнутых пространствах, то есть ты складываешь те же вещи, например, в майке, а если раньше я развешивал их на плечике, они занимали очень много места, то потом я узнал вот этой книги, что такое вертикальное хранение, естественно, полез на YouTube посмотрел, как и что делать, и сейчас я майки складываю, и они мне в коробочке так вот очень удобно, комфортно лежат, не мнутся, снял отдел, пошел, все прекрасно, великолепно смотрится. А этот метод я вам, кстати, тоже рекомендую, вот отсюда я еще это цепанул. Плюс периодически я открывал там какую-то страницу, она рассказывает, вот она пришла к такой-то клиентке и там выкинула там 20 мешков, или там вот одна клиентка хранила там столько-то рулонов, там туалетной бумаги, там про запасы и так далее. Не нужны делать такие запасы, не нужны такие запасы человеку. Надо просто это отлавливать, замечать и избавляться от такого. В любой момент ты можешь пойти в магазин, эти товары всегда там будут находиться и их купить. Мне нужны закупаться огромным количеством. Да, возможно там купить, я не знаю, когда мега акция, там сейчас все считают деньги, у нас сейчас довольно тяжелое экономическое положение, я бы сказал. Можно купить какие-то вещи, которые, знаете, продаются там, например, короб для котов, не вот в маленьком таком мешочке, а вот я вот купил здоровенный, там много килограмм, надолго хватает, но это выгодно. И он действительно съест и потратится. Но вот, не знаю, покупать носков 40 штук, например, нет смысла. Купи ты 5 пар, используй на 5-4 дня, зависит от того, как часто носки меняют. У тебя же еще какие-то есть. Естественно, как только у тебя появляются дырявые, не надо дырявым ходить выбрасывать. Казалось бы, обычная вещь, но как много я замечаю знакомых, которые на эту тему не заморачиваются, они могут носить вещь с дыркой, они могут носить даже носки с дыркой и так далее. И как-то вот, они, может быть, легко к этому относятся. И я не вправе их даже там как-то учить и тому подобное. Но я считаю, что свое отношение можно как-то выстроить. И от старых вещей, даже если это был, не знаю, свитер, любимый свитер, который ты много-много носил, но он уже отработал свое. У него появляются там какие-то катушки, что-то еще. Выбрасывать. Ладно, я сейчас все говорю про одежду, но это же относится и к обычным вещам. Это относится и к игрушкам. Игрушкам, которые ты не можешь починить. И если ты к ним уже не обращаешься, там какая-то статуэтка и так далее, ну все, она уже выполнила свою функцию, избавляйтесь. Избавляйтесь от запасов, я не знаю, там бывают всякие там какие-то шнуры, переходники, наушники, в котором работает только одно ухо, там какие-то еще примеры. Да на самом деле вещей немерено. Даже если вот просто отглянуться, посмотреть, что в комнате есть, что-то бросится в глаза, что ты понимаешь, что ты это ни разу не доставал, не использовал, там даже какие-то бывают, не знаю, на кухне блюда какие-то, формочки и так далее. Даже если они покупали с целью, когда-то я это буду делать, но это ни разу не использовалось, выбрасываем. Выбрасываем, отдаем кому-то другому, если хотите, на самом деле лучше избавляться, чтобы прямо они в вашей жизни не появлялись. Если у вас появится потребность, и вы прям чувствуете, что вот теперь нужна формочка для того, чтобы готовить кексы, например, вы пойдете и ее купите. Я не думаю, что вы живете в такой ситуации, когда вы не сможете позволить купить эту формочку. Но вот сейчас она лежит, например, на кухне, занимает место и так далее, отвлекает внимание. Причем уборку авторы, кстати, рекомендуют сделать так, что лучше делать один раз сразу, сделать глобальную чистку. Пройтись ураганом по всем комнатам, то есть не делать так, сегодня убираю ванну, завтра убираю кухню, например, сделать по категориям, поделить вещи, например, одежду, собрать вообще всю свою одежду, всю зимнюю, летнюю и так далее, кучу наложить такую, посмотреть, как она вот выглядит. И с этим хламом берешь вещь, одевал, не одевал, идет, не идет, нравится, не нравится, вышла из мода, не вышла ни в мода, получаешь удовольствие, точно ты ее будешь одевать, носить, оставляешь. Нет, избавиться, избавиться. Поверьте, вот такой перебор всех вещей очень помогает. С книгами так тоже можно поступить, если у вас книг вообще не мере, вот очень уже много склад, вы когда-то их почитаете, особенно литературу техническую, не знаю, мотивационную, там по какой-то изучению какого-то нового вида деятельности, если вы до этого момента к этому не приступили, не нашли время, оно у вас не появится. А если у вас это время появится, уже выйдет что-то более новее, более интереснее, в другом качестве, и вы тогда ее приобретете, прочитаете, поиспользуете. Это касается информации на компьютере, сколько вот всяких семинаров люди, я знаю, накачивают, там целыми гигабайтами там хранится по несколько винчестеров, когда-нибудь я вот засяду, вот захочу учиться на гитаре, вот курсы какие-то достают. Если это не происходит, удаляем, и действуем только вот тогда, когда вы захотели, взяли и начали что-то делать, вот тогда оставляйте. Если нет, все эти запасы на будущее, на старость, не надо. К этому времени вы будете совершенно другими людьми, у вас будут совершенно другие интересы, и вам это будет неинтересно. Вы найдете другой способ, и со временем вообще забудете, что где-то у вас там хранятся какие-то вариации. Поэтому вот такой вывод даже по уборке я сделал с этой книги. Минус в том, что, ну не то что минус, надо к этой информации относиться немного критично. Тут она, автор довольно специфически, для нашего восприятия, она вот эта японская методика, она там рассказывает, для нас кажется необычным, она здоровая со своим домом, она общается со своими вещами, прям, она их одушевляет, да, она с ними общается, говорит вот, там то-то-то-то-то. Для нас это все необычно и немного странно. Плюс она всю жизнь, оказывается, с этой уборкой она была завязана. Она даже в школе вызвалась, что она будет убирать там класс, будет ответственна за уборку и так далее. То есть это вот где-то у нее есть псих. Хотя некоторые вещи вообще не понятно, как она тайком вот там брат, сестра у нее были, а она там в шкаф и выкидывала вещи сестры, например, там и так далее. Иногда наоборот свои вещи отдавала сестре, чтобы якобы избавлялась, но в итоге это все оставляет здесь такие ошибки не надо допускать. И она же рекомендует не отдавать, не подпускать перед выбрасыванием мусора ни родителей, ни родственников, потому что особенно родители скажут, ой, это же хорошая вещь, это еще подержи, это зачем ты выкидываешь и так далее. В результате очистки не происходит, у вас все остается, у вас там какая-то привязка, вы думаете это где-то там пригодится. Она выделяет часть вещей, которые называют сентиментальные, которые там фотографии какие-то, которые приносят вам радость, пользу. Вот это стоит оставлять, вы чувствуете эмоции, вот оставьте, никто же не заставляет выкидывать все. Где-то она может быть категорична, там особенно книгам, там вообще жестко она поступает, она говорит, что прямо-прям сотнями книги клиенты выкидывают, потому что если они их не прочитали до сих пор, они их никогда не прочитают. Это немного глупо и абсурдно, но по крайней мере в контексте нас, людей, которые много читают, у которых целый запас литературы, и мы их действительно читаем, мы понимаем, что вот зимой я могу почитать вот это, вот это. И да, покупаем книг мы больше чем прочитываем, успеваем, где-то вот я, например, я уже замедляюсь в покупках книг, вот, но стараюсь как раз увеличить скорость прочтения, чтобы как можно больше-больше прочитать литературу из тех, что купил, а не гнаться только вот-вот новое, новое, новое. Особенно вот с иглов, как это касается, например. Опять же немножко отвлекся. Ну, я сегодня в целом, видите, говорю про уборку, вот, ну, в контексте просто про уборку, я пришел только вот эту литературу, но она меня уже составила, вот, пойти, повыбирать, там, послаживать, поскладывать вещи, а там вертикальное хранение, вертикально даже вот папочки, бумажки у меня сейчас вот хранятся в вертикальном состоянии, так и нагляднее, так и меньше места занимаются, и так как-то вот стало удобно, или, опять же, я под воздействием почувствовал этого автора, и поэтому я так начал поступать. Посмотрим, насколько меня хватит, как долго это продлится, но факт в том, что, читая такие истории, вообще задумываясь об этом, ты начинаешь подмечать что-то вот по квартире, надо сделать то-то-то, и понимаешь, что если ты сейчас подорвешься и это сделаешь, уберешь, перенесешь и так далее, выкинешь, избавишься от храна, ну как-то я, лично я, испытываю позитивные эмоции, я чувствую, ну как-то вот полегче стало, как-то поинтереснее стало, освободилось место для чего-то нового. Парадокс от всех авторов, она говорит, что выкидывай там столько-то, столько-столько-то, но почему-то у нее это же происходит там через несколько лет опять она выкидывает мешки, там клиенту приходит что-то там еще, и у самой там что-то периодически накапливается, и она там мешками выбрасывает. Тут еще есть и второй нюанс, может быть, стоит контролировать, что вы покупаете. То есть, наверное, это и есть в других литературах, других методиках, в других книгах, про то, как контролировать свои потребности и покупать именно то, что действительно нужно и что пойдет в дело, а не покупаться так, как Плюшкина, там, не знаю, впрок, 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 а бы было, или вестись на какие-то скидки, акции сумасшедшие и так далее, и покупать ту ерунтистику, без которой в принципе можно обойтись. Типа там, не знаю, фондюшница, которая раз, может, в год, но вот-вот почему-то вы ее купите, она будет храниться непонятно зачем, может быть, когда-то понтануться перед друзьями. Если так вот переосмысливать отношение к вещам, как бы более трезво так на это смотреть и не жалеть уже денег. Вы эмоции уже получили от самой покупки, скорее всего. Вы же купили, потому что вот захотели конкретно в тот момент, получили эту эмоцию, значит, потом вы можете от нее избавляться, не думайте, что жалко денег или чего-то еще, вы уже что-то от этого получили, поэтому можно смело избавляться. Ну, по крайней мере, такая отговорка для моего мозга, вот, сработало, я так сделал. Что касаемо этой книги, я хочу к ней вернуться. Повторюсь, что здесь много воды, здесь много рассказывается о примерах, как она ходила к клиенткам, рассказывает про свое отношение к уборкам. Таких каких-то волшебных методик, как таковых, нету, таких, наверное, не существует. Но вот какие-то способы, методы отсюда можно выцепить, повыдергивать. Я думаю, такие уже видео дофига есть, и там тоже в Инстаграме, и на Ютубе можно даже посмотреть каких-то девочек, как они делают уборку. И вот эти какие-то способы, методы можно к себе забрать. Используется в жизни, потому что это, как-то, не знаю, чистит карманом, да, если кто вошел там верит в ауру, там, в пространство. Это просто пылесборники, кто какие-то термины использует. Это действительно как-то улучшает, делает нашу жизнь более комфортным. И я вот к книге этой благодарен за это. Но я не такой фанат, как я вижу, там люди, там, прям, вот действуют по методике, там, столько-то повыкидывали мусор и так далее. Я все-таки более критично отношусь, я вижу и минусы этой методики, например. Тут, в частности, про документы, там, она там, говорит, выкидывает и так далее. Может быть, Япония у них примет, а у нас лучше подстраховаться. У нас бывают разные ситуации, когда нужны там чеки даже сохранять, там, для гарантии, для всего такого. Вот. И еще есть всякие нюансы, которые связаны непосредственно с нашим менталитетом или с нашим способом жизни, например, вот, дачи, да, наличие дач, как я понял, сколько я знаю, у них нет такого. У нас вот это все, нам дачи тоже чем-то надо поддерживать, оборудовать и так далее. Плюс нужно для того, чтобы содержать дом в чистоте и так далее. Не все же клининговые службы вызывают, а нужно, там, самому, там, и старые тряпки, там, нужны условия, где хранить все это и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот про это все надо задумываться и понимать, что в нашей реальности вот еще вот такие нюансы есть. Но в целом о книжке позитивное впечатление осталось, но я не настолько фанат, сколько я вижу ее обсуждают, прямо революционная методика. Да нет, более критично к этому относитесь. Просто я благодарен ей за то, что она заставила меня что-то переосмыслить, обратить внимание вот на проблему с хранением, с уборкой, как у меня все выглядит, как у меня все сложно. И я понял, что вот за это я и благодарен. Но остальное перечитывать книгу я уже точно не буду, и скорее всего я даже ее подарю кому-то из своих друзей. Вот не с намеком, что типа вот неплохо бы тебе убраться, держи тебе вот магическая уборка, а скорее просто чтобы человек тоже как-то чуть-чуть изменил свою жизнь и передал эту книгу кому-то другому. А возможно он откроет, почитает чуть-чуть, говорит, что за больная девка, которая все так покидывает и выкинет вообще эту книгу, и так ее путь бесславный и закончится. На этом все. Давайте сделаем действительно уборку на своем компьютере, в своих личных папках, в своем телефоне, на рабочем месте, дома у себя. Максимально убрать с горизонтальных поверхностей, освободить все, хранить максимально все вертикально, что помещается, избавиться от хламья, избавиться от каких-то лекций, семинаров, прочих вещей, которые вы не используете, еще избавиться от того, что вам не приносит никакого эмоционального отклика, просто не приносит радость. А вы просто замечаете, что вот стоит тумбочка и стоит, она даже там не заполнена, избавляйтесь от нее. Зачем она там стоит, если она не несет никакого функционала и даже не приносит вам эстетического удовольствия. Вот такое у меня получилось сегодня видео. На этом все. Читайте хорошие книги, читайте книги по развитию, согрешенствованию. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Я постараюсь вам еще про некоторые книги, которые изменили мою жизнь или меняют мою жизнь, вам рассказать. Ну, не только фантастикой контессией живем. Пока!